Здравствуйте, дорогие друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Андрей Валюсевич Ермолаев, известный украинский политолог, в прошлом директор Института стратегических исследований при президенте Украины. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте, Михаил. Все приветствуем. Знаете, Андрей Васильевич, я недавно стал задумываться о том, что у нас очень много халифов на час. То есть у нас очень быстро люди приобретают какую-то пиар-капитализацию, но и очень быстро эта пиар-капитализация исчезает. Я долго думал, с чем это сравнить. И я бы сравнил так, что вот наш украинский политический рынок – это крипторынок. Почему крипторынок? Потому что очень часто пиар-капитализация ничем не обеспечена. Вот если, скажем, рынок акций классический, он обеспечен, скажем, структурой компании, ее доходностью, ее динамикой развития. То есть есть что пощупать. То цифровые активы – это очень часто, ну, скажем, их невозможно пощупать, невозможно понять, почему даже цена на биткоин растет. В этом смысле это высокорисковые активы. Ну, равно как и вот наши очень многие, скажем, политические деятели – это высокорисковые активы или акторы. Но не только политические деятели. Вы знаете, я посмотрел интервью Валерия Пекаря, известного украинского философа, футуролога, человека, который претендует на формулирование визии для Украины. Знаете, я посмотрел его интервью, которое он дал одному нашему с вами общему знакомому. И я, честно сказать, был просто поражен интеллектуальной смелостью господина Пекаря, где на вопрос господина Сергея Гайдая, каким образом он видит формулу мира, Рерий Пекарь сказал примерно следующее, что он видит это следующим образом. Это просто, естественно, выход границам 1991 года, это понятно, но это просто разрушение России, переустановление России, перефедерализация России. То есть какой-то такой термин использовал. И вот когда речь касалась реформ, которые господин Пекарь бы провел, будь он на месте главного человека в стране, он, скажем, рассказывал о необходимости инклюзивного принятия решения, необходимости пролечения разных стейкхолдеров, что он был бы президентом, которые не вмешиваются в компетенцию каких-то своих структур и так далее. Знаете, я вот это вот все послышал, и я понял одно, что у нас экспертное сообщество, очень часто это те же политики популистов. То есть у нас экспертное сообщество, оно не обладает необходимым кредитом доверием и не обладает правом индульгенции со стороны общества на более-менее трезвую оценку действительности. То есть об этом могут говорить военные, например. Но об этом не могут говорить политические эксперты. Понятно, что военные кровью завоевывают и своим героизмом это право. Но в то же время получается, что у нас эксперты добились тотального неуважения к себе, когда они рассматриваются либо людьми, продавшим душу олигархическому дьяволу, либо российскому дьяволу, либо просто выжившими из ума, которые несут всякое колесе, но не имеющее отношение к действительности. Но такого же ни в одной стране, в принципе, нет. Западное, я имею в виду. То есть экспертное сообщество, Think Tank, это очень влияет на институции. Почему мы так себя девальвировали? Я имею в виду экспертное сообщество. Большой вопрос. Знаете, Михаил, если бы я сейчас был, как это давно бывало в неоднократном моей жизни, связан с интеллектуальным менеджментом в государственной сфере, вы бы меня не увидели и не услышали. Ну, не считая, может быть, каких-то необходимых публичных мероприятий, самого пиар, то есть той структуры, которая обеспечивает связность и связь с обществом с точки зрения поддержания РНМ. Как это было, например, в НИСИ, или как это было какое-то время, когда я работал в группе помощников, премьер-министр. Есть как-то миниморум, но по той простой причине, что интеллектуальная власть и интеллектуальный менеджмент это, конечно, не буквально гостайна, но это источник государственной тайны. Это не бумага, это включенность тебя, твоего коллектива в выработку политик, вариантов решений. Иногда, и это самое важное, чего нужно добиваться, сопровождение, реализация этих решений. И, естественно, это не предмет самоутверждения и прочего. Вообще, в рамках китайского парадигма стратегирования это сакральная тайна. Но так сложилось в последние годы, что мы столкнулись одновременно с несколькими системными проблемами в государственной и политической жизни. Проблема первая, это все большее скукоживание государственной сферы, которое все меньше нуждается, собственно, в интеллектуальном менеджменте и пытается монополизировать и интеллектуальную власть. То есть, грубо говоря, кто пришел, тот и барин, кто назначен, тот и украинский кейсинджер. Я когда-то сам шутил, сам себе политолог. И это, пожалуй, самый сложный вызов, с которым мы столкнулись. Не скажу, что это оригинально, но все-таки были времена и получше. Они были и во времена, и не до Кучмы, его президентства. Причем это характерно было следствием у Кучмы, который любил послушать, любил подумать вместе. Мне это знакомо по работе премьера, с которым я много проработал, с Валейом Пустовотенко, который тоже любил серьезные интеллектуальные тусовки, обмен мнениями в разных вариантах. Тем более, что как технократ, он этим интересовался буквально. Но я могу приводить другие примеры. Грубо говоря, такое бывало, но, к сожалению, оно не закрепилось. И заметил, что в государстве по большому счету популяризировались скорее инструменты облагораживания власти в виде общественных советов, советов инвесторов, разнообразных символических фигур. А вот структура интеллектуального обеспечения, она до сих пор хромает на две ноги. И я сейчас не только о буквально институтах каких-то, я о самом методе работы власти, исполнительной законодательной президентуры. Во многом поэтому много людей, либо имевших опыт, либо связанных с политическим процессом, не обязательно в государственных структурах непосредственно, используют медиасферу как продвижение своей позиции, своих разработок, своих взглядов, иногда прожектов. В этом тоже ничего плохого нет с одной запятой. Все-таки мы с вами, все, что мы можем реально произвести, вот публично, Михаил, Андрей, диалог, мы можем помочь рядовому зрителю, ну, может быть, фокус изменить, разобраться в чем-то. А возможно, например, за что-то зацепиться, внутренне поспорить и немножко в этой проблеме посамоучиться, и это уже результат. Очень редко, к сожалению, публичная сфера является источником какого-либо совета для принятия государственных или политических решений. Я сталкивался, конечно, с буквальным плагиатом, когда публичный продукт просто потом отражается в чьих-то, значит, закрытых разработках, ну, это скорее исключение из правил. Есть, поэтому вот такой огромный, как бы называть, это рынок появился. Вольно-невольно это все работает по законам рынка, потому что любой журналист, любой ведущий заинтересован в чем? Количество просмотров, да, в рейтинге своего канала. Поэтому, конечно же, он ориентирован на самых ярких, на самых, как я называю это, с талантом стендапера. Я таким талантом, кстати, не обладаю. Вот, я часто сталкиваюсь с формальными, неформальными оценками. Скучновато, заумно, как-то нудно, а когда, значит, вот, хорошо бы там с матечком или попроще быть. Я отдаю себе в этом отчет. Но есть третья проблема. И эта проблема связана с тем, что так как это рынок, потому что, к сожалению, для нас с вами, на этом рынке еще появились и буквально продажные услуги. то есть, они выражаются в том, что некоторые темы, проблемы или их характеристику проплачивают для продвижения общественного акцента. Это, пожалуй, самое опасное, потому что часто сходу сложно разобраться. Это позиция человека, это результат его размышлений, разработок, исследований и предложений, или он просто вот по заданию отрабатывает какой-то дискурс. Хотя в этом дискурсе может быть много его. В силу этого постепенно мы сейчас сталкиваемся с тем, что сфера интеллектуальной жизни в целом, она вся уже практически вся медиазирована, она начала очень непропорционально расслабиваться. Появилась группа тех, очень узкая группа тех, но я бы по характеру деятельности сравнил бы с такими с феодальными ремесленниками, которых очень любит хозяин, которые, но если не совсем закрыты, то полузакрыты, и они уже живут в режиме касты, сословия, касты, при власти, внутри власти. Я имею в виду состав в конкретное время. Вот в настоящее время тоже есть подобного рода каста. У них совсем другие возможности, вот у них совсем другие права, ну и так далее. и большая часть вот этого микста собственно источников каких-то интеллектуальных школ, пиар-менеджеров продвигающих по задаче часто левой заказчика. Ну и учитывая все, здесь еще большая доля пионеров, которые пытаются просто благодаря этому войти в какой-то, как им кажется, престижный медийный круг. Мы с вами находимся сейчас вот в этой второй сфере. Андрей Васильевич, пионеры, это пионеры, но знаете, как вот есть возрастной лимит для пионерии, так, то есть нельзя быть пионером, когда тебе там перевалило за 30, например, я уже не говорю про другого. Вы извините за некорректность, я вас перебью, я не смотрел эфир, мне... Не-не-не, я, смотрите, я... Я бы не хотел это обсуждать. Не-не-не, я не обсуждаю, не-не-не, подождите, а я не обсуждаю вообще уже этот эфир. Дело не в эфире. Я обсуждаю в принципе. Дело не в эфире, но высказался и высказался вот уважаемый эксперт, это было, знаете, как для затравки, подводки, да, я хотел бы в целом говорить о тенденции. Смотрите, как получается. Вот есть, скажем, некая табуированная тема, да, табуированная тема заключается в том, что если тот или иной публичный человек, прежде всего эксперт, не политик, то есть публичное лицо начинает критиковать президента либо очень близкий круг, который окружает президента, значит, тогда этот человек рискует нарваться на серьезные потрясения в жизни. Как Аль Капоне, да, ведь Аль Капоне сажали не за убийство, Аль Капоне сажали за неуплату налогов. Точно так же подобного эксперта будут сажать не за критику в адрес первого, второго, третьего лица, например, в стране, а за то, что отдельные его фразы, отдельные его мнения, они могут подпадать под российское агентурное присо. Соответственно, в большинстве случаев мы знаем, что те люди, которые, скажем так, не затрагивают первое, второе, третье лицо, они в принципе в относительной какой-то категории безопасности, я думаю, вы со мной согласитесь. Но возникает следующий пласт, это общественный астаркизм, который намного сильнее, нежели, скажем, реакция государства, которая просыпается, когда речь идет о конкретных лицах. Общественный астаркизм связан с тем, что эксперт или проявляется в том, что эксперт или публичное лицо, будучи очень грамотным, даже, возможно, будучи начитанным, будучи при здравом уме и твердой памяти, он должен строить свою аналитику не исходя из гипотез, из сценариев, а должен строить аналитику исходя из ожиданий со стороны наиболее пассионарной части публики. И в этот момент естественно, что он окончательно теряет свою экспертность и просто становится публичным лицом, выполняющим ожидания публики. Но вот в этом же проблема. То есть получается, что скажем, мы в борьбе за политическую корректность очень далеко отскочили от той роли гражданских институтов, экспертных, которые есть на Западе. Именно в силу общественного астракизма, иных точек зрения. Здесь тоже много аспектов. Я понимаю ваше волнение. Это волнение. Нет, это не волнение. Понимаете, это не волнение, это вопрос, который невольно поднимается, если мы говорим о будущей визии Украины. То есть необходимо отдавать себе отчет. То есть строим ли мы общество, где есть возможность для аналитики, либо мы строим общество, где нет возможности для аналитики, а есть только возможность для пропаганды. даже не знаю с чего начать. За что, с какой ниточки потянуть. Если вы действительно занимаясь экономическим процессом, процессами в политике, либо государственную политику, в том числе военную, способны и убеждены в том, что ваши выводы это критика по существу дела, а что например в военной сфере существо дела, это эффективная военная политика, нацеленная на успех в идеале военную победу, минимум успех. Тогда ваша критика не будет также по определению огульной, потому что у нее будет дорогая задача. А если же вы занимаете публично как аналитик, как интеллектуал, как журналист позицию критиканства, указывая на реально существующие язвы, указывая на невыдуманное вами противоречие или что-то, что просто взрывает мозг, но потом делаете вывод политический или эмоциональный, то тогда возникает вопрос, а вы зачем это делаете? Грубо говоря, какая ваша личная цель? Вы на этом самоутверждаетесь? Если вы не способны, проведя вот это все, нарисовав даже близкий к объективности круг, не только сделать вывод в отношении критикую могу... Зачем вы полезли в этом? Ну, и сказать, а как нужно? Потому что любой человек, обыватель или не обыватель, ваш интеллектуальный конкретный скажет, ну, так, а если хорошо, я и сам вижу, что все так, ну, а как по-другому? Вы тогда обязаны, готовя эту позицию, справедливо критикуя, по существу дела, даже, может быть, с какими-то публичными приемами, съездить, пошутить, не без этого. мы обязаны как интеллектуал, профессионал говорить о том, как это решается по-другому, для достижения цели, которые задекларированы. Я уверяю вас, что тогда, даже если вы кого-то заденете, ну, например, чей-то авторитет, чью-то компетентность, что часто приходится делать, потому что указываешь пальцем на безобразие, но вас не упрекнешь в том, что вы это делали только с целью саморекламы или какого-то информационного события, взрыва, потому что вы изначально выполняли ту роль, ради которой вы учились, ради которой вы работаете и ради которой вы вышли в эфир. Я в этом убежден. Я знаю, что даже в самых сложных ситуациях, когда возникают разнообразные претензии, в любом случае все касается дела по существу. И почему часто слабы позиции тех, кто известен своим классным хайпом, интеллектуальным популизмом, потому что либо, делая выводы, они уходят в небеса, и это выглядит действительно тогда просто тупо как самоутверждение, либо приходится подозревать, что все им сказанное, раскритикованное, разобранное на запчасти, подвергнуто астракизму интеллектуальному, только для того, чтобы дискредитировать. И человек не помогает найти что? Позитивный выход. Я считаю, что в любом разговоре, если на него вообще идешь, у тебя должен быть своя версия позитивного выхода, то есть решение проблемы. Если для этого нужно разгромить подход, это надо громить. Ну и второй момент. Я не приветствую то, что в нашем дискурсе политанализа все чаще из них появляется язык и общий стиль, который мне напоминает даже не камень-де-клабы, а, извините, какие-то пивнушки. Я понимаю, что, знаете, что ведь происходит, что часто среди зрителей есть те, кто не напрягается сам-то думать и тем более говорить и льстить его самолюбие тем, что мы все такие же, что мы тоже по фене, что мы можем вот так вот с многоточием. Это не работа со зрителем, это заигрывание с эмоцией. Я считаю, в нашей сфере это вообще профессиональное преступление, честно говоря. Да, это может жутко нравиться, потому что Куму сказал, посмотри, как прикольно, но какой цели тогда мы достигаем? Мы помогаем разобраться, мы помогаем человеку ставить, скажем, уравновешение, не таким растерянным. Да нет, мы просто подогрели, разогрели настроение, пахаха. И вот это вот, к сожалению, тренд становится все более выразительным. Все больше народу считает, что если он вместо разговора по существу дела, иногда это скучновато, конечно, скучновато, просто поиграет на эмоциях и вот в этом языке сатиры и сцены, но разрушается наше с вами поле, потому что, уверяю вас, нам с вами там будет делать скоро нечего, но просто нечего. Я не умею хамить и громить и выражаться, если я использую мат, это одна очень такая тема дружески ограниченная и в сердцах часто, и уж точно не публично. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там Револют, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый Револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала, пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. В общем-то, смотрите, я с вами абсолютно согласен, когда мы говорим о, скажем, интеллектуальной, ну, гигиене, да, то есть, если мы говорим об экспертной гигиене, экспертной гигиене, когда мы не занимаемся, скажем, популизмом, а говорим спокойно, так как есть, скажем, опираясь на факты и так далее, но вот что такое мозговой штурм, да, то есть think tank, вообще think tank начинается с слова think, да, то есть думать, начинать думать. Это метод организации работы для принятия решения по острой проблеме. Правильно, правильно, но вот я вам говорил, я читал книжку американского профессора, который говорил о том, что нужно вообще воспитывать вот в таких процессах альтернативную точку зрения, неважно, может быть, вы, в принципе, придёте к тому же выводу, с которым вы шли изначально, но важно, когда есть десантирующая точка зрения, потому что она оздоравливает дискуссию. Так вот, меня смущает этот факт, что эксперты исходят из того, что они должны понравиться обществу, должны понравиться публике или должны исходить из тех ожиданий, которые ждёт наиболее активная часть публики, да, потому что неактивную часть публики её, в принципе, никогда не слышно, потому что люди занимаются собственными какими-то делами, ежедневной, рутиной, так, то есть наиболее активные это те люди, которые просто они живут в этом цифровом мире, да, то есть, но они формируют настроение, то есть вот эти вот два процента наиболее дигитально пассиональных людей, да, так вот, меня смущает, когда, скажем, эксперт пытается соответствовать ожиданиям этой аудитории, может быть, то, что он говорит, это, в принципе, ну, его экспертная позиция аргументированная, но меня смущает, когда он не предлагает разные сценарии, то есть вы понимаете, вот перед тем, как сделать вывод, нужно предложить, вот первый сценарий, вот второй, вот третий, вот четвёртый, так, выбирая между этими сценариями, мы приходим к такому выводу, но этого нет, мы не слышим, за редким-редким исключением сценарного мышления у экспертов мы не слышим, то есть, как правило, они ангажированы либо общественными настроениями, либо олигархическими ожиданиями, я об этом говорю. Ну, сценарное мышление, видите, вы тоже уже используете язык, который немножко из другой оперы, но я понимаю, о чём речь. Нет, но я использую язык, который понятен зрителю, который нас будет слушать, понимаете? Всё-таки, да, это сферы искусства, режиссуры, спектакльного представления о событиях, и ничего плохого в использовании термина на сценарии нет, в нашем случае мы сценариями называем вероятностью. Вероятностью, Когда мы наговариваем, даём оценки, пытаемся разобраться, что в происходящем будет развиваться, что умирает, что несущественно, мы говорим тогда, ну, из этого набора обстоятельств и предпосылок вероятные варианты в зависимости от, и тогда идёт факторный анализ. Вот если так будет складываться и будет субъективная сторона, может сюда пойти в характер, сюда развернуться события. Если мы говорим о общественном или историческом процессе, впрочем, так же, как и химики, когда анализируют состояние раствора и используют разные, значит, новые реактивы, вот они учитывают не только состав, но и доли, миллиграммы, и даже специфику используемого препарата, из коза, он окислился в нормальном состоянии, и тогда вот эта погрешность об этом. Ну, это мы уже методологии анализа говорим, да. Тем более, вы знаете, я тоже признаю, что есть, знаете, как есть метод исследования, есть метод изложения. Если бы мы говорили языком того, как мы шли к изучению, пониманию того или иного процесса или факта, это было бы, наверное, скучно, хотя некоторые историки применяют этот инструмент в качестве приема в изложении в детективном стиле, это всегда интересно, но в нашем случае это будет жутко скучно, поэтому метод изложения материала, он часто отталкивается уже от раскрывшегося, а затем нужно искать убедительный набор аргументов, показывающих, что то, что вы утверждаете, оно осмыслено, оно доказательно, и на этом основании вы бы говорите, что нельзя, что нельзя, что стоит и с помощью чего. Вот, собственно, я всегда так пытаюсь построить разговор, когда у меня задают прямой вопрос, что вы думаете там о, не знаю, конференции, заявлении, законе или событии, связанные с геополитикой. Вот, очень важно найти сразу вот какую-то характеристику, которая, собственно, адекватна тому, как ты к этому пришел, ну, а затем уже доказать, что это все не безосновательно, что это непридуманное слово. Вот смотрите, Андрей Васильевич, мы же с вами как-то обсуждали, вот, и этот вопрос, кстати, поднимался очень многие годы о необходимости вообще иметь институт изучения России, к примеру. Вот, если мы понимаем, что Россия наша... И институт такой был. Институт такой был, но, скажем, умолчим о качестве функционирования. Я бы сказал так, что институт изучения, вот, если мы понимаем, что Россия в определенный период времени была стратегическим соперником Украины, сейчас это стратегический враг Украины, через 50 лет будет еще стратегический кто-то, может быть, снова соперник Украины, но пока там стратегический враг, значит, мы должны изучать своего врага, то есть, понимать, что значит изучать врага, это изучать тексты, которые исходят из врага и понимать, какая логика действия врага и картина мира врага, ну, вот, как я себе представляю, собственно, в Америке так и делают, анализируя Китай, анализируя Россию и так далее. Ну, что же получается? Получается, что, например, донося некую позицию, или пытаясь дать некое разъяснение, ты должен говорить о том, что, ну, скажем, Дмитрий Медведев, ну, кто такой Дмитрий Медведев? Пьяница, алкоголик, тунеядец, мудак, имперец, вообще он, ну, сумасшедший, ну, посмотрите на него, ну, это полностью, ну, посмотрите, там, свинья и так далее, и так далее, да, имперская свинья, ну, то есть вы понимаете, да, когда ты произносишь этот речитатив, ну, ты, по существу, уже говорить не можешь, анализируя тот или иной текст, то есть что происходит? Вместо того, чтобы посмотреть, какие нарративы вкладывал конкретно Медведев в свой, как бы, сумасшедший текст, имеющий определённо строгую направленность, мы спускаемся до его уровня, говорим таким же языком, и, собственно, на этом весь финалик заканчивается. Ну, не кажется ли вам, что с точки зрения дальносрочной, дальноиграющей стратегии Украины, ну, как бы, невозможно вот таким образом рассуждать, да, потому что это называется потакать как бы общественным, общественному дискурсу, а не формировать общественный дискурс. Сейчас вы, вольно-невольно, затонули совсем другой спектр. Я понимаю вопрос, ну, направленность, но я хочу перейдём на карту. Давайте. Я уже несколько раз, пользуясь публичными разговорами, предостигал от политики бэбификации общества. Да, несомненно, эти инструменты, то есть инструменты, они и пропагандистско-информационного, но они одновременно и такого манипулятивно-информационно-психологического, иногда малозаметного характера, когда население рассматривается как не просто объект потребления команды, задачи, разъяснения, но ещё и как объект неразвитый, который должен жить верой, эмоциями, ощущениями, а не глубоким пониманием. Отсюда, ну, я часто привожу простой пример, очень популярный телеграм-канал, который я, кстати, тоже посматриваю, учитывая скорость подачи информации, это у него не отнять, да, это Николаевский ванёк, который дает информацию о атаках российских дронов, ракет, за оперативность огромное спасибо, иногда бывают информативные материалы, но вот это вот образец инструмента бомбификации, потому что те, кто его читают, те, кто включаются в обсуждение, они вольно-невольно в силу языка и приёмов оказываются в положении такого большого детского сада, ну, например, притча в языках «писять и спать». Вот «писять и спать», если перенести это на государственную политику, это сейчас государственная установка. Обществу некогда думать в условиях войны, оно должно для того, чтобы чувствовать локоть и силу государства, быть в состоянии мобилизованного как отряд детского сада, который должен правильно ходить, в форме выполнять команды, тем более, что от этих команд зависит жизнь, если не выполнять эти команды, у нас война, могут быть потери, поражения. Вот, это в итоге приводит к тому, что всё общественное сознание находится постоянно даже в доподростковом состоянии. а отсюда и всё, что мы сейчас видим, как реакция. Вы, не знаю, обращали ли я, например, обращаю внимание на то, что в ходе разговоров, иногда и правда немножко затянутых, занудных, отдаю этому отчёт, иногда, до мой взгляд, интересных, которые несли что-то новое, я встречаю замечания зрителей. Да, ну вот, надо, почему не говорят правду? Ну, правда, на случай, понимаешь, что всё плохо? Говорю, всё плохо. Почему не говорят о том, что у нас там экономика в заднице? Сообщаю, экономика в заднице. Но дело в том, что это уже другой язык. Так можно и забыть, пилочка пива. Если этого хватает, вот это и есть проявление бобификации. Это уже мы не о том, как разобраться, с помощью каких понятий, потому что понятие это закон, суть дела, разобрать это дело, сделать это дело, и что нам делать, как к этому определяться, какие личные и общественные решения принимать, ограничиться только простыми, яркими, писать и спать, задница и караул, но тогда речь идёт просто о жизни пионерского лагеря, которая нуждается в мыслительном процессе, тем более интеллектуальном процессе. Бобификация это очень опасный приём. Вот смотрите. Да, он работает только в определённых прививенных пределах и рамках, потому что этим же возраст людей не отменяется, их опыт, их наблюдение, и однажды там, где тонко, начнёт рваться. Поэтому я предупреждаю, бобификацию надо сворачивать. С обществом нужно говорить как с людьми серьёзными, умными, стремящимися разобраться, которые способны рациональные решения и помогать им в этом разбираться. Ничего не страшного в том, что мы будем говорить языком честных цифр, языком честных карт, при этом соблюдая всё, что связано, очевидно же, с военной, тайной, возможно, какими-то нюансами государственной политики. Но без такой честности и взрослости мы не в состоянии будем принимать взрослые решения дальше. Чем взрослое решение считается от детского? Взрослое решение ответственное. Взрослый человек отвечает за свои дела, а ребёнок нет. Ребёнок постоянно подчиняется и реализует потребность. Подчиняется и реализует потребность. Вот в эту ловушку мы уже попадаем в силу того, чтобы бобификация стала одним из инструментов управления обществом в условиях войны. И я считаю это огромной ошибкой государственной политики. То, что такая установка продвигается, быть попроще, примитивизировать, закрашивать, игрушки показывать, мы это видим на примере, например, кризиса и даже краха проекта телемарафон. Но краха не в смысле, что он закрылся, а в смысле того возникшего недоверия и даже на бытом уровне такого уничижительного отношения. Это плохо. Это государственная информационная политика в условиях войны недопустимо доводить до такого состояния. А почему довели? Ну, потому что превратили вот эти каналы в какой-то постоянный пропагандистский танец, думая, что тем самым они поддерживают тонус. Да нифига подобного, извините меня, за это. Не тонус поддерживают, они продолжают бобифицировать и вызывают возмущение взрослеющих людей. А взрослеют люди от проблем. Ну, потому что и правда сложная экономика, но потому что есть вопросы к мобилизации, но потому что огромное количество возникающих проблем с недоверием государственных условий бобификации. И здесь вот мытьем катания не получается. Нужно менять эту гуманитарную информационную политику в условиях войны. Нужно работать со взрослым обществом. А тут мы возвращаемся от того, с чего вы начали. Разговоры должны быть взрослые, для кого-то скучные, для кого-то серьезные, потому что пусть 10%, но разберется глубже. От этого зависит их решение. Кстати, часто личные. Вплоть до того, что уезжать со стороны или включиться в какой-то проект. Даже так. Я раз волновался, потому что я переживаю эту проблему. Я понимаю, насколько это важно. И как нужно общаться с людьми и работать с людьми, чтобы они оставались взрослыми и рядом, а не разбегались с круглыми детскими глазами. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там Револют. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый Револют позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Смотрите, Андрей, сейчас небольшая зарисовка. День рождения, на котором присутствует один мой друг. на дне рождения говорят, ну, все-таки как-то такое событие, ну, там компания, там 20 человек, там даже больше. Точнее, это не день рождения была, это свадьба была. Там о личном говорят, и вдруг речь заходит о политике. И в какой-то момент кто-то из гостей начинает говорить о формате того, что война там по природе своя непредсказуемая, нужно делать все для того, чтобы Украина победила. Все, ну, это же абсолютно адекватный, ну, текст разумного человека, что нужно делать все для того, чтобы Украина победила войне против России. Ну, встает одна там экзальтированная дама и кричит. Вот, ну, примерно закрой рот, вот, Украина точно победит, и мы там прогоним этих чертовых орков, чтобы они все, и так далее, и так далее, и так далее, далее по тексту. Что происходит дальше? Сама дискуссия, она сворачивается. Просто почему? Потому что естественно, что каждый думает, что даже если кто-то думает, например, как первый говорящий, он понимает, что по уровню пафоса вот этот вот втрой говорящий, ну, в данном случае там была, ну, девушка, да, которая, она взяла такую ноту, которую уже перебить ты не можешь, и все, что ты скажешь, оно будет воспринято просто как интеллектуальное сомнение в победе. И никто, естественно, не хочет этого делать, просто потому, что, ну, из чувства конформизма, например, понимаете, о чем я говорю? И это такая небольшая зарисовка на бытовом уровне того, что у нас по факту происходит. Но получается, что у нас вот люди публичные, да, они не чувствуют за собой право именно, как вы это называете, говорить с людьми, как со взрослыми. Они тоже боятся, что вот кто-то встанет и возьмет какую-то ноту, им просто станет неудобно, они будут доказывать, что они не верблюд, то есть, что они, они должны постоянно доказывать, что они ретиви короля, а король для них это общественное мнение. Понимаете, о чем я говорю? Но в такой ситуации невозможно оставаться экспертом, просто потому, что это противоречит методологии любого исследования. Ну вот человек пишет диссертацию, например, он берет одну точку зрения, вторую, третью, четвертую и дальше пишет свои выводы. Ну логично, ожидают в методологии любой научной статьи работы и так далее. Если ты не предлагаешь разные точки зрения, ты не моделируешь, тогда ты не эксперт. Ну мы возвращаемся к тому, о чем говорили, понимаете, вот вам зарисовка, то есть люди, как бы титрующие себя экспертами, боясь общественного астракизма, боясь встречной высокой ноты, они сливаются. Давайте разберем тогда еще несколько нюансов. Тогда давайте разведем общественное мнение с массовыми стереотипами и массовыми настроениями, потому что с социологической точки зрения это далеко не одно и то же. Если бы мы с вами имели возможность, как два исследователя, за короткое время, ну актуальное время, когда нужно в чем-то разобраться, а не вообще. Вот нужно разобраться, например, в отношениях украинского общества к войне. В украинском обществе это же не какие-то вообще миллионы населения, то есть общество это не совсем про население, это какая-то социальная живая структура, в которой сложились достаточно устойчивые системы коммуникаций и принятия общественных решений. На что на них влияет? Несомненно, те ядра, которые руководят, какие-то авторитарные ядра, ну люди с авторитетом, моральным, научным, политическим, для того, чтобы нам понять, какое общественное мнение, нам нужно хорошо ориентироваться о том, какие формировались устойчивые точки зрения и мнения вот в этих ядрах. То есть, грубо говоря, промышленный менеджмент, ну хотя бы 100 предприятий, ведущий состав, мы имеем усредненные показатели, что думают, на что рассчитывают и как понимать ситуацию там. Наука в широком смысле образовательная и исследовательская. Люди с несомненным авторитетом, читающие тысячи лекций в год, часто дающие оценки и советы студентам и вырабатывающие общественное научное мнение. Что, как, на это просто сейчас есть. политический класс. Ну и еще можно, я бы мог сказать, что 3-4 сферы. Имея вот такого рода данные, нам легче будет разобраться, а как вот это все, эти центры, ядра, влияют на формирование массовых представлений. Потому что из этой среды люди приходят на экраны телевизоров, пишут статьи, которые часто разгоняются на цитаты, участвуют в публичных и непубличных коммуникациях и принимаются решения. Потому что, когда мы имеем уже дело с широкими настроениями, ассоциологи в мире циферками, ну там, как глубина сосуда линейкой, сколько у нас сантиметров, он имеет дело уже с каким-то последствием, да и то во времени затянуто. Массовая стереотипа, у них есть свои тренды, грубо говоря, не сразу люди реагируют. Они сначала расспрашивают авторитетных людей, почитают какой-то пресс в литерном канал, посмотрят ящик, подискутируют на работе, потом у них уже что-то формируется. И нам важно понимать, как механизм проворачивается. Когда мы получаем профессионально право общественное мнение, вот оно, кстати, может отличаться от показателей социологии, и даже существенно. Замер настроения часто дает очень серьезную кривую. Если мы будем идти на поводу постоянно эмоциональных реакций людей, нравится, не нравится, то даже в устойчивых ситуациях, например, мирная жизнь, без каких-то нестабильных ситуаций с работой, ценами и прочим, и то тренды перемен, ну, например, упал курс валюты, и немножко затушились, у них начинает меняться отношение к власти или к какому-то налогу, и то на изменение этого отношения нужно время. Это проходит от 50 до 70 дней, если не больше, формирование этого цикла. А в случае, когда мы говорим, ну, это еще происходит ситуация, когда люди хоть понимают, как они живут, какие обстоятельства, условия, и понятнее, на что реагировать. А в та ситуация, в которой мы переживаем сейчас, для нее характерно другое социологическое понятие, аномия, то есть дезориентация, когда не только обстоятельства меняются, а каждый день под вопросом, ну, как к тому не дуть, есть ли жизнь на Марсе, а будет ли жизнь дальше? Потому что это война. Это касается буквально угроза жизни, это касается жизни твоего общества, которое может, не дай бог, быть дестабилизировано, это касается жизни территории, ну, я уж не говорю обо всем остальном. Состояние аномии, к сожалению, это похоже, знаете, на состояние неврастеника, которое может от слез переходить к охоту за короткое время. И это очень опасное состояние. Почему сдерживаются сейчас настроения? Они сдерживаются не уходящей витальной опасностью, опасно каждый день. Но состояние аномии, оно, к сожалению, предполагает вот эту быструю перемену. умные политики это хорошо понимают. Они понимают, что от любви до ненависти в таком состоянии, настроении, даже не один шаг, а полшага. И сдерживаются типа полшага только обстоятельством, невозможностью там каких-то активных реакций, действий, ну, потому что военное положение, ограничения и так далее. Но я веду к тому, что в состоянии аномии на исследователях еще больше ответственности, вы понимаете, то есть количество приборов, с помощью которых мы должны понимать, что там происходит, должно быть на порядок больше. Это работа на территориях, это работа с местной средой, потому что от региона к региону разные атмосферы сейчас. Ведь даже по, ну, я сам активный наблюдатель, так сказать, процессов в зависимости от того, с какого региона переселенцы переехали в какой регион и насколько они компактно проживают, да еще и условия. Клима, атмосфера разные, разные. Жители западных областей даже различают по поведению правления людей. Это харьковчане, а это там мариупольцы, а это там ставрии. И не только по Говору, но еще и по каким-то уникальным особенностям. Формируются разные комплементарные, некомплементарные среды. А это все в итоге на что влияет? На общественное и политическое уже умонастроение. Потому что из этого исходя человек начинает думать, так, я с этим могу жить дальше, это вообще жизнеспособно или так нельзя? Вот поэтому, подводя черту, я зачем это все наговорил. Сейчас высочайшая ответственность лежит как раз на исследователях общественных процессов и общественных настроений, но я констатирую как факт, ведь вообще нифига не делается. Ну вот нифига. Максимум, что происходит в нашей профессиональной сфере, это иногда с неизвестных источников финансирования проводятся просто обыкновенные массовые опросы населения, которые называются почему-то социологическими исследованиями. это та самая линейка, которую физически суются. У нас же было это, если вы помните, на местных выборах 2020 года у нас параллельно был некий опрос, когда на избирательных участках задавались вопросы по неким инициативам, которые тогда были актуальны, если вы помните, и которые предлагал президент. Тогда это называлось не референдум, а опрос. Если вы помните, стояли там люди с такими кабиночками рядом, и, значит, человек приходил и как бы голосовал. То есть, это именно назывался опрос, который как бы даже проходил, мне кажется, под партийным брендом, причем тогда это аргументировалось тем, чтобы не тратить государственные средства. Знаете, наиболее глубоким и серьезным знанием о том, что мы собой представляем, как мы изменялись, во всяком случае, до войны, владели буквально несколько центров интеллектуальных. Это два академических. Институт социологии, академии наук, которому я отношусь с большим уважением. Да, они, может быть, не такие яркие на пресс-конференциях, у них нет громких данных, связанных с рейтингами политиков, но это, пожалуй, сегодня единственный с антологической памятью, с огромной базой данных, с большим количеством самых разных исследований, связанных с развитием и жизнью общества, центром. Второй, тоже академический, это наш институт демографии. Да, там немножко другие срезы, но когда представители института демографии говорят о процессах, о том, как ведут себя люди, о том, какая у нас сейчас демографическая структура, они исходят не из того, что понаблюдали сегодня и сейчас, а исходят из истории вопроса, огромное количество данных, уже обработанных, выводов, исследований, которыми я занимаюсь, ну, я буду, чтобы не еще, пожалуй, пару центров негосударственных, которые могут поквастаться тем, что у них знания носят антологический характер, то есть, это многолетние, на научной основе, и с разными методиками сбора данных для их обработки. Все остальное, что я наблюдаю, я считаю просто частью вот этой медиаполитической картинки. Все, вот все. Аналитическая социология, если не умерла совсем в Украине, то, к сожалению, в предспертном состоянии, потому что она требует не столько данных полевых, ну, то есть, цифр, там, картиночных наблюдений, вот, сколько более глубокого анализа, связанного с развитием системы процессов. Я больше, извините, перегружать эфир не буду. Ну, и что очень важно для этой сферы, здесь очень важно, это там профессиональное пространство, что я всегда говорю. Аналитики не живут в норах, в кабинетах, вот, с книжками. Среда обитания, это исследование, конференциальный режим, диспуты, обмен мнениями, подготовкой обсуждения публикаций, ну, грубо говоря, вот этот бульон, без этого бульона наука напоминает высохший лужин. У нас сейчас эта сфера высохший лужин. Спасибо большое, Андрей Васильевич, за это интервью. Андрей Васильевич Ермолаев, известный украинский политолог, эксперт, директор Института стратегических исследований при президенте Украины, был сегодня с нами. Друзья, подписывайтесь, комментируйте, на встречу.